Слезы, раскаяние и приговор. Дело о сбитом на смерть мальчике завершилось. История нашумевшая, заседание закрытое. Следствие доказывает суду, что студентку из Удмуртии изнасиловали и убили. В городе выросла подростковая преступность. Власти решают, как изменить ситуацию. Ночное возгорание. Из-за чего сгорела церковная лавка в храме Воскресения Христова. Сайт знакомств с животными. Нижнекамске стартовал новый проект «Неравнодушные». Личные победы и командные достижения. Нижнекамские гимнастки привезли россыпь медалей соревнований в Елабуге. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Водитель Мерседеса, который насмерть сбил шестилетнего мальчика, встал на колени перед его мамой в зале суда. Так он просил прощения за смерть ребенка. Напомним, Савелий был сбит на внутриквартальной дороге. Экспертиза показала, что иномарка двигалась со скоростью 101 км в час. Подсудимый вину признал полностью. Какой срок получил лихач, расскажет Алсу Арсланова. Жест раскаяния. Молодой человек вымаливает прощение. Голос дрожит. Текут слезы. На его совести гибель шестилетнего Савелия. В августе прошлого года Мерседес на большой скорости. Стрелка спидометра перевалилась за 100. Сбила ребенка на внутриквартальной дороге по улице Корабельная. За рулем был подсудимый. Трагедия покалечила судьбы двух семей. Правила дорожного движения написана в крови. Очень жаль, что многие водители этого не понимают. Среди таких воду я. Этот урок я никогда не забыл. Этот крест мне придется нести до конца жизни. Последнее слово для виновного далось с трудом. Только в искренне сказанного родные погибшего. Не верят. В памяти. Пока не оплакивали малыша, подсудимый готовился к свадьбе. Хочу подчеркнуть, что уголовное дело было заведено только 25 июля 2019 года. То есть почти спустя год после трагедии. И только после этого он начал продолжать. В 600 тысяч оценил подсудимый жизнь ребенка. Деньги Наталья Глазкова не взяла. Желание одно, чтобы лихач сел за решетку надолго. Водитель признал вину полностью. Дело рассматривалось в особом порядке. Прокурор просил два года заключения. Защита настаивала на условном сроке. Суд приговорил к полутора годам колонии-поселения. Молодого человека взяли под стражу прямо в зале заседания. Решение не оправдало надежд убитой горем матери. Я считаю, что мягкий приговор. Я, например, в этом году Савелий должен был в первый класс идти. Я не могу на его друзей смотреть, которые идут в школу с рюкзаками, а мой ребенок лежит в могиле. Для семьи погибшего Савелия это не последнее судебное заседание. Они собираются подавать гражданский иск на возмещение морального ущерба. Алсу Арсланова, Евгений Лазаев, Марсель Жураев. Новости НТР. Громкая история смерти студентки из Удмуртии дошла до суда. Почти год следователи раскрывали детали загадочного падения несовершеннолетней девушки с девятого этажа. И вот, двум мужчинам 33 и 38 лет предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. С подробностями Анастасия Шакирова. Она меня криком своим разбудила. Сильным криком. Это был последний крик погибшей. Утром Люция Сабировна узнала. Рядом с домом нашли тело 16-летней девушки. Прошло больше года. Все это время пенсионерка не может забыть тот пронзительный, как оказалось, зов помощи. Такой сильный голос был вообще прямо. Испуганный голос. Я поэтому-то не встала, что она ведь не одна была, а с ребятами. Я подумала, что они на балконе падают. Балуются просто. То есть голоса мужчин еще были? Да, да. И два их, ни одного мужчины. Мужчин было действительно двое. Позже следствие вынесло предположение. Девушку изнасиловали, а потом убили. Смерть наступила после падения с девятого этажа. Трагедия произошла в доме 43 по улице Корабельная в сентябре прошлого года. До сегодняшнего дня шло расследование. Все это время подозреваемые были под стражей. На сегодняшний день двое молодых человек, которые фактически свою вину в определенном вине не признают. И мы также, как со стороны защиты, уверены в их невиновности. И поэтому наша задача стоит, как говорится, помочь нашим подзащитным доказать свою невиновность. В невиновность подсудимых не верят десятки свидетелей. Сегодня все они встретились в суде на первом судебном слушании. Эта девушка жила с погибшей в одной комнате студенческого общежития. Вспоминать о соседке в прошедшем времени ей очень больно. Погибшая была студенткой педагогического колледжа. Приехала в Нижнекамск из Удмуртии. Заведующая общежития, где проживала девушка, говорит, что с ней никогда не было проблем. Всегда от нее шел вот этот вот луч добра, луч света. Ну, сама по себе она была очень общительной, отзывчивой девочкой. Вот запомнилась она со своим каре именно такой девочкой. Сегодняшнее слушание было закрытым. Длилось оно несколько часов. Были допрошены свидетели. Также подсудимым 33-летнему жителю Удмуртии и 38-летнему уроженцу Армении было выдвинуто обвинение. Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев. Новости НТР. Церковную лавку в храме на Мурадьяна могли поджечь. Это одна из версий произошедшего ночью пожара. Надзорные органы рассматривают как причину и короткое замыкание. Магазин с церковной утварью выгорел частично. На месте побывал Кирилл Давкаев и пообщался с теми, кто был на пожаре с первых минут. Храм Воскресения Христова стоит на открытой местности. Во многом благодаря именно этому случайные прохожие почувствовали запах гари, доносящийся с территории храма. Горела церковная лавка. Половина второго ночи. Очевидцы заметили клубы дыма и сообщили об этом сторожу. Приехавший на место пожарный расчет быстро справился с пламенем. Пожарным подразделением было принято оперативно быстрое решение по тушению возгорания. Угрозы распространения огня на соседние строения отсутствовали. Только существовало на охват огнем полностью всего здания. Но благодаря пожарным возгорание удалось ликвидировать за считанные минуты. Ну а последствия ночного ЧП теперь ликвидируют прихожане храма и добровольцы. Лавку построили весной. К счастью, каркас строения из металла. Потому пострадали только деревянные элементы здания. Здание сильно пострадало, на ваш взгляд? Да нет. Сама конструкция металлической ничего не пострадала. Что-то столько дерева применять. Да, ну вот это же дерево, же сянка. Да нет, ну в принципе, страшно ничего нет. Вы что, быстро справитесь? Как получится. Дознаватели на данный момент опросили очевидцев и изъяли вещественные доказательства с места пожара. В качестве основных рассматриваются две версии – короткое замыкание и поджог. В тех работах по электропроводке, которые проводились, никаких замечаний нет. У пожарной охраны претензии предъявляются сейчас к внутренним соединениям, заводским соединениям электрического котла, который работал в этом помещении. Масштаб ущерба еще требуется ценить. На работу храма пожар никак не повлиял. Службы ведутся в обычном режиме, а лавку восстанавливают всем миром. Пока это простые горожане, большинство наших прихожан, для которых приход, как я считаю, то есть они воспринимали этот хагир как личную и пришли со своей помощью посильной, чтобы помочь. Восстановить работу лавки планируют к холодам, а для этого требуется еще и наладить отопление. Кирилл Давкаев, Ахрия Сламов, Новости НТР. Информация для водителей. Завтра с 10 утра и до 4 часов вечера будет производиться ремонт железнодорожного переезда, находящийся на пересечении улицы Первопроходцев. В связи с этим частично будет ограничено движение транспорта. Заранее планируйте свой маршрут. Вместо природного газа нефтяной кокс. Нижнекамская ТЭС еще раз напомнила о своем желании перейти на альтернативный вид топлива, пригласив в СМИ Нижнекамска на деловой завтрак. Одобрение этого проекта энергетики уже несколько лет добиваются, как среди населения, так и во всевозможных инстанциях. Сейчас документация рассматривается в Москве. Есть онлайн-режим, который сейчас в данный момент определяет основные, скажем так, загрязняющие вещества. Это диоксид азота, оксид азота и оксиды углерода. Насколько увеличится перечень вредных веществ, если Нижнекамская ТЭЦ вместо газа начнет сжигать нефтяной кокс? Вопрос злободневный, а сам проект скандальный. Широкую огласку получил после череды судебных процессов о его возможном вреде для здоровья населения. Дальше больше. Идея энергетиков застопорилась в кабинетах Минэкологии, о чем сегодня руководство станции и рассказало журналистам во время делового завтрака. Проект пришлось доработать, а местами вообще изменить. Сегодня котлы просто работают без систем очистки. Они так запроектированы. Мы ставим дорогостоящие, это не один миллиард и не один десяток миллиардов системы газоочистки на хвосты на эти котлы. И получаем на выходе очищенные дымовые газы. А еще получают экономическую выгоду. Вместо покупного природного газа топить будут бесплатным коксом. Он в избытке остается после переработки нефти на Танека. Отпадает и надобность в его утилизации. Еще один плюс в карман Татнефти. Переход на собственное топливо запланирован на 2022-2023 годы. Но лишь в том случае, если зеленый свет энергетикам даст главное управление государственной экспертизы. Оттуда тоже уже ряд замечаний. Проект непростой. Мы это прекрасно осознаем. Отдаем себе отчет. Поэтому и по срокам вот эта затяжка произошла. Потому что вот так вот с бухты барахты айда пошли пожгем. Нет, так не пойдет. Проект не только непростой. В России пока никто не топит коксом. Нижнекамские энергетики решились на это первыми. Хотя эксперты из Академии наук заявляют о недопустимости использования кокса в качестве топлива. К слову, проект перехода на кокс еще в 2017 году прошел общественное слушание. И был принят тогда практически единогласно. Но со временем экологические требования ужесточились. И проект претерпел разные изменения. Поэтому энергетики готовы представить его еще раз на суд нижнекамцев. Когда это будет, они сообщат заблаговременно. Наталья Лушникова, Фахри Исламов. Новости НТР. Они не боятся вымогать деньги, воровать из магазинов, ломать и разбивать городские памятники и постройки. Они боятся потому, что понимают, в силу возраста сильно их не накажут. В городе, как и во всей республике, вырос показатель подростковой преступности. Об этом сегодня говорили в администрации во время рабочего совещания. Это сентябрьский случай. Драка между школьником и мамой первоклассника. Женщина пыталась поговорить с учеником, который вымогал деньги у ее сына. А школьник набросился на нее, схватил за волосы и стал оскорблять. Ты мне пил, мне дружище! А эта трагедия произошла в январе. 11-летний мальчик умер в подъезде жилого дома, надышавшись газом из баллончика. Одни воруют из магазинов, другие грабят на улице, третьи занимаются вандализмом. Уровень подростковой преступности вырос во всей республике. В Нижнекамске за этот год подростки совершили более 60 преступлений. В прошлом году было вдвое меньше. Об этом сегодня говорили на совещании в мэрии. В городе на учете стоят 185 подростков. Как правило, это дети из неблагополучных семей. Большинство из них не получают воспитание дома. С трудом учатся, вымогают деньги, употребляют алкоголь. Работу с условно осужденным осуществляют уголовные исполнительные инспекции. На сегодняшний день на учете в инспекции состоит 5 несовершеннолетних. Из них 4 условно осужденных с испытательным сроком. Один несовершеннолетний осужден к обязательным работам. Один из условно осужденных, к сожалению, направлен в места лишения свободы. Айдар Медшин считает, проблемы с подростками возникают из-за среды, в которой они растут. А еще из-за недоработок во взаимодействии разных ведомств. Мы должны в проекторию каждого ребенка определить. И вот это межведомственное взаимодействие, что нам необходимо делать. Это сложная работа, это масштабная работа. Снизить преступность можно. Учителям и сотрудникам ПДН следует тщательнее работать с такими семьями, организовывать детям интересный досуг. Активнее должна стать и работа СТОС. Ведь им всегда известно, какие люди проживают в их районе. Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Задать вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, можно уполномоченному по правам человека. Горячая линия будет работать завтра в республиканском масштабе. В работе телефонной горячей линии примут участие специалисты общественного контроля в сфере ЖКХ, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, а также участники Содружества организаций, управляющих многоквартирными домами Республики Татарстан. Время консультации с 9 утра до 5 часов вечера. Телефон горячей линии вы сейчас видите на своем экране. Понравилась новость или вы что-то пропустили, не переживайте. Вы сможете следить за городскими событиями в группе НТР24 ВКонтакте. Ссылку вы сейчас видите на экране. Там же ровно в 19 часов начинается прямая трансляция программы новости, поэтому советую подписаться на группу и на оповещение в ней. Сайт НТР24 тоже всегда оперативно обновляется, поэтому следите за новостями и там. Всю информацию о том, что происходит в городе, можно получать и через Инстаграм. Адрес страницы тоже указан, а также в нашей группе в Фейсбуке. Нижнекамские медики снова начали делать прививки от гриппа в торговых центрах. Бесплатную вакцинацию в Олимпе и Эссене можно пройти с 10 до 17 часов. В НКЦ прививку ставят с 9 утра до часу дня. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Мобильные бригады в торговых комплексах будут работать до 15 ноября. Люди, если они каждый год прививаются, из года в год, они уже стараются прививаться, и они не болеют. Даже если они заболевают, то у них осложнения протекают меньше, бывает осложнений. В Нижнекамске и районе прививки сделали чуть больше 58,5 тысяч взрослых и 34 тысячи детей. Что касается всплеска заболеваемости, то, по словам эпидемиологов, его сложно прогнозировать. Многое зависит от погодных условий. Но, как показывает практика, рост заболеваемости ОРВИ бывает после новогодних каникул. Об этой теме нас попросили рассказать телезрители. Если у вас есть важная тема или предложение, то связаться с нашей редакцией можно по телефону 40770 через сайт его адреса ntr-defiz24.ru или через мессенджер WhatsApp по номеру 8-917-93-73-077. Другим темам. Нижнекамские бездомные животные заимели аккаунты в социальных сетях. Помогли им в этом волонтеры, которые запустили новый проект «Неравнодушные». Теперь на сайте любой желающий может выбрать себе питомца. Подробности смотрите далее. Вот, например, это кошечка Василиса. Здесь описано сразу полвозраст и наличие стерилизации. И краткое описание от лица самой кошки. Кладку приучена с первых дней. Спокойная. Очень люблю посидеть на ручках и просто полежать. Настоящий сайт для знакомств четвероногих с их будущими хозяевами. Василиса здесь не одна. Размещено более 50 анкет брошенных кошек и собак. И это только начало. Нижнекамские волонтеры запустили проект «Неравнодушные». На специальном портале размещают фотографии и информацию о бездомышах, чтобы нижнекамцы могли найти себе мохнатого друга. Для того, чтобы забрать животное, нужно оставить заявку. В заявке необходимо указать свое фамилию и имя отчество. И желательно указать животное, которое выбрали на сайте. Но это не гарантирует то, что вы заберете именно это животное. Перед тем, как вы забираете животное, вы проходите небольшое собеседование с хозяевами приютов и частных придержек, для того, чтобы узнать, какое животное по характеру вам больше подойдет. Идеей создать такое интернет-пространство пришло, потому что в Нижнекамске очень много бродячих животных. Городского приюта нет, частные еле-еле сводят концы с концами. Сайт должен частично решить эти проблемы. Познакомиться с питомцами можно на сайте, адрес указан на экране. Алсуар Сланова, Евгений Лозаев, Новости НТР. Завтра смотрите на нашем канале программу «Тема дня». В ней пойдет речь о том, как потерять лишние килограммы, но не с дороги. Гость студии – врач-эндокринолог Светлана Особливая. Она расскажет, что нужно делать, чтобы похудеть, почему не работают диеты и будет ли толк от аптечных порошков для похудения. Медицина всего мира идет на персонализацию. Каждый человек индивидуален. Диета у каждого человека индивидуальна. И то, что хорошо одному, совершенно не подходит другому. Поэтому мы говорим об индивидуальной диете, о раскладке этой индивидуальной диеты, о расчете колоража. Программу «Тема дня» смотрите завтра в 18 часов 10 минут на канале НТР24. Кстати, она выходит каждую среду после новостей на татарском языке. В студии обсуждаются интересные и важные темы. Ну, а у меня на этом все. Далее вас ждет спортивный обзор от Веры Вирц и прогноз погоды. А я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770 через сайт его адреса ntr24.ru или через мессенджер WhatsApp по номеру 8-917-93-73-077. До встречи. Сегодня в новостях спорта. Новый чемпионат, новая награда. Нижнекамский пловец завоевал бронзу. Нижнекамские гимнастки завоевали медали на турнире в Казани. Об этом не только сразу после рекламы. Так хочу водить машину, но... Начни обучение с 3000 рублей. В автошколе Автолидер. Автолидер это крутые инструктора-профессионалы. Новые автомобили для комфортного обучения. Офисы в шаге от твоего дома. Тариф доступный тебе. Это бесконечные призы, бонусы, акции, розыгрыши. Это новые друзья, которых ты встретишь. Ждем именно тебя. Доступно обучение 16 лет. Вечернее дневное в группах выходного дня. Автошкола Автолидер. Твои новые возможности. Всего лишь с 3000. Прием ведет Исмогилов Гамир Гарифович. Кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный врач Республики Татарстан, хирург высшей категории. УЗИ обследования органов брюшной полости и малого таза с выездом на дом. Консультация лежачих больных на дому. Своя методика лечения почечнокаменной болезни. Консультация в области хирургии, сосудистой хирургии, урологии, проктологии, онкологии. Остеопороз шеи и поясничного отдела позвоночника. Снятие боли в крупных суставах. Диагностика лечения сексуальных расстройств мужчин. Аденома, простатит. Очищение от паразитов. Проблему семейного бесплодия решаем совместно с репродуктологом высшей категории, акушером-гинекологом и с Могиловой Галиной Ивановной, заслуженным врачом Татарстана. Обращайтесь, когда другие вам отказали и вы устали лечиться. Исправляем заблуждение в диагнозе, учим устранять причину, вызвавшую болезнь. На телеканале НТР обзор спортивных новостей в студии Вера Виртс. Здравствуйте. Сегодняшний выпуск начнем с плавания. Нижнекамский воспитанник спортклуба «Нефтехимик» принял участие в чемпионате России. Спортклубовец Александр Кубасов испытал свои силы в четырех состязаниях вольным стилем. 100, 200, 400 метров и в эстафете 4 на 200. Лучшим оказался результат в эстафете. В финале мужская сборная Татарстана финишировала третий. Нижнекамец – единственный из финального состава сборной, кто проплыл 200 метров дважды. Нынешняя бронза – вторая в копилке нижнекамца с чемпионата России. В прошлом году Александр внес свой вклад в достижения татарстанцев. Успешно справившись с предварительным заплывом. Теперь расскажем об успехах наших гимнасток. В Казани воспитанницы спортклуба «Нефтехимик» приняли участие в турнире «Краски осени». В соревнованиях участвовали воспитанницы тренеров Юлия Макаршиной и Людмилы Кузнецовой, а также хореографа Альбина Назыровой. Девочки выступали с новыми программами. Нижнекамки завоевали 5 групповых и 30 личных наград. Из них 11 – высшего достоинства. 10 золотых медалей наши девочки взяли в индивидуальных программах. Единственное золото в групповых упражнениях взяли самые юные нижнекамки из команды «Казаки». Турнир проводился в индивидуальной и групповой программах среди девочек от 4 до 15 лет. Расскажем о борьбе. Нижнекамские вольники стали призерами республиканского турнира в Казани. Международный турнир в Мамадыше собрал 350 борцов. Нижнекамский десант был представлен внушительным составом из 50 участников, большинство из которых – новички. Девочки и юноши от 8 до 15 лет в 21 весовой категории оспаривали звания лучших. В весовых категориях было от 20 до 35 участников. В копилке нижнекамцев 9 медалей, 7 из которых – бронзово достоинство. Араиль Хаджаев и Мария Большакова в своих весовых категориях завоевали золотые награды. Сегодня буквально через несколько минут наш хоккейный «Нефтехимик» стартует в новой выездной серии. Начинаем турне в Москве, встречаемся с местным «Динамо». Москвичи выиграли у «Нефтехимика» три последних матча, последний раз уступив в октябре 17-го. «Нефтехимик» стал главным открытием октября. Нижнекамцы выиграли 9 матчей к ряду и не собираются останавливаться. В последней игре напора «Волков» не выдержал действующий чемпион. «Динамовцы» потеряли лидерство в дивизионе «Боброва» и отступили на четвертую строчку запада. «Нефтехимик» взлетел в зону плей-офф, укрепляя позиции в каждой игре. Будем надеяться, что и в сегодняшней встрече со столичными игроками наши парни продолжат традицию. В завершении об админтоне воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Батыр» попали в число призеров на республиканских соревнованиях «Альметьевскоупен». В женском парном разряде третье место заняли Диана Котова и Софья Барова. В мужской паре золота удостоился Степан Волков. В одиночке у женщин первое место завоевала Анастасия Исаева. В паре Исаева стала второй, а также в миксте с Волковым удостоилась серебра. Камиля Халилова и Ксения Халаимова в паре завоевали бронзу. Всего участие приняло более 400 спортсменов из 41 города нашей страны. Турнир собрал бомбинтонистов от Архангельска до Урала, которые разыгрывали призовой фонд в размере 250 тысяч рублей. На сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР «Прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь. Напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 0 7 70, а также посредством нашего сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Спонсор программы «Погода» – «Окос Челны». Единственный официальный дилер – Nissan и Datsun в городе Набережной Челны. Автокредит от 0% годовых. Зимние шины и полис касков – подарок. Скидки до 50% на сервис. При обращении в дилерский центр скажите кодовое слово НТР и получите специальный подарок при покупке автомобиля. Да, надежный. Да, доступный. Да, Datsun. Скажи «Да» комфорту и выгоде. В «Окос Челны» автомобили Datsun со скидкой 100 тысяч рублей. Зимние шины и три года технического обслуживания – в подарок. Звони в «Окос Челны» 20-33-02. В среду, 13 ноября, в Нижнекамске ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха днем до плюс 2 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер с северо-западный до 5 метров в секунду. В четверг в городе будет пасмурно с небольшими прояснениями. Нам 10 лет. Вам скидка 10%. С 10 ноября по 10 декабря в городской поликлинике «Центр Челпан-Медицина» скидка 10% на платные медицинские услуги. УЗИ, ФГДС, терапевт, гастроэнтеролог, гинеколог, невролог, эпилептолог, ЭЭГ, анализы. Наш адрес – Нижнекамск, Гагарина, 32А. Запись по телефону – 987-299-40-60. Нижнекамск, Гагарина, 32А.